Для того, чтобы осознать свою цель, важно почувствовать истинное присутствие себя, без воспоминаний о прошлом, без тех мнений, которые вы слышали когда-то о себе и даже без той самооценки и самоактуализации, в рамках которой вы научились себя принимать. А сейчас займите удобное, комфортное для вашего тела положение. При этом вы можете сидеть или лежать, сделайте глубокий вдох животом и на выдохе отпустите все свои мысли, переживания, ощущения. И еще раз глубокий вдох животом и снова отпустите. Всю ту информацию, которая крутится в голове, какие-то незаконченные, незавершенные дела, планы. С каждым вдохом погружаясь в себя и ощущая присутствие в моменте здесь и сейчас. сделайте еще глубокий вдох и на выдохе вы оказываетесь в мире своей реальности. Я не знаю, что это за место. Это место вашего внутреннего комфорта, счастья, покоя, гармонии и любви. И сейчас мы с вами совершим путешествие к истокам вашей сущности. Мы очень много времени проводим в мире, в суете, среди людей, среди оценок, среди каких-то стереотипов и шаблонов. И иногда нам кажется, что мы теряем связь с самими собой, со своей истинной природой. И в такие моменты вы можете приходить сюда и просто обнулять всю ту информацию, которая уже не нужна, которая вам не помогает. И вы видите, что перед вами тропинка или, возможно, это дорога, возможно, у кого-то это шикарный, усыпанный дорогими камнями мост. Я не знаю, как выглядит ваша реальность, где вам комфортно, тепло и уютно. На самом деле это не имеет никакого значения. И вы делаете глубокий вдох и чувствуете, что что-то на вас надето, что вам не соответствует. Но у вас есть какой-то слой, который не совсем является вами, как-то давит, делает вас тяжелее. И вы осознаете, что это тонкое энергетическое, эмоциональное наслоение всех тех людей, которые вас окружают. Люди привыкли вас как-то характеризовать, а вы привыкли быть в глазах этих людей именно такими, какими они привыкли вас видеть. И иногда вы живете на автомате. В какие-то моменты вы боитесь что-то сказать, в какие-то моменты вы, наоборот, говорите что-то для того, чтобы защищаться. И это бессознательная программа для вашей безопасности. Но сейчас вы находитесь и пребываете именно в том месте, где вы всегда в безопасности. И вы можете с легкостью освободиться от всего того, что на вас давит. И сейчас вы представляете эфирные субстанции вокруг себя или эфирные прототипы всех тех людей, с которыми вы сталкивались за последние пять лет. Вы вспоминаете какие-то яркие моменты эмоциональные. Вас кто-то обидел. Кто-то высказал в ваш адрес критику. И вы ощущаете этот эмоциональный отпечаток на себе. Вы чувствуете, как будто на вашем теле что-то лишнее. И вы позволяете воспоминаниям подниматься из подсознания, ощущая этот, казалось бы, неосязаемый вес на своем теле, на своей энергоструктуре. Возможно, вы это представляете, как какие-то пятна, кляксы. Возможно, у кого-то это определенная одежда, маска, макияж. А кто-то может себя ощущать эфирной сущностью с пораженным энергом полем. И совершенно не имеет никакого значения, как вы представляете себе и как вы себя ощущаете при этом. Сейчас вы освобождаетесь от всех этих наслоений. Вы благодарите всех участников. Искренне выражаем благодарность за то, что они вам помогают узнавать себя, вскрывать какую-то боль, осознавать ценность своей жизни, дар жизни. Да, иногда это больно, но после этого вы чувствуете более свободно себя. и вы освобождаетесь от этой одежды, и вам становится чуточку легче. Вы стали чуть более невесомые. И вы делаете несколько шагов вперед, оставляя этот опыт как бы в прошлом, завершенный. При этом вы чувствуете, что все, что вы оставили, тут же растворилось. И вы можете сейчас обернуться назад и не увидеть тех людей, которых только что видели. И не увидеть той одежды, которую вы только что сняли. Или той шкурки. Все преобразовалось. Пространство тут же все преобразует. Окружающая вас энергия, она всегда нейтральна. Она просто есть. И вы делаете еще несколько шагов вперед. Останавливаетесь. И вот вы вспоминаете еще 10 лет своей жизни. Вспоминаете какие-то яркие моменты дорогих и близких вам людей. их отношения к вам. Отношения себя к себе в тот момент времени, в тот период жизни. и нет необходимости как-то напрягаться, или сосредоточенно вспоминать, в хронологическом порядке. Ваше подсознание вам все выводит на экран. Просто расслабьтесь. И позвольте этому процессу проходить. И вот вы вспоминаете людей. при воспоминании эти люди появляются вокруг вас. Вы вспоминаете какие-то ситуации, которые вам хочется убрать, растворить, прожить до конца, завершить. И вы точно так же чувствуете энергетический отпечаток на себе. Вы ощущаете это. И вы снова снимаете с себя слой, то, чем вы не являетесь. Да, эти люди могут видеть вас с этих граней. Эти люди могут воспринимать вас в какие-то конкретные моменты вашей жизни. И да, вы можете иногда быть злыми, ненавидящими, вредными, неблагодарными, своенравными, наглыми. И кто бы как вас не называл. Вы имеете право быть такими. Но это не говорит о том, что это является вашей природой и вашей истинной сутью. Это всего лишь проявление для опыта. И на выдохе вы снова чувствуете себя еще более легко, еще более свободно. И вы чувствуете, что с каждым движением, с каждым шагом вперед вы приближаетесь к своей истинной природе, где нет никаких оценок, где не может быть никакой боли, где все есть процесс творения, и где все ваши цели и желания тут же реализуются сами собой. Вам даже нет необходимости уделять отдельно этому внимание. и вот вы двигаетесь еще вперед. А все, что оставили позади, оно тут же растворяется. и вы вспоминаете еще несколько лет своей жизни. Вы вспоминаете все эти годы вплоть до вашей школы, до ваших школьных лет, когда вы только начали обучаться, получать образование от каких-то людей, которые просто передавали вам теоретические знания, какие-то неизменные представления о нашей жизни. рядом с вами находятся такие же дети. И очень часто дети в силу своей непосредственности и искренности, в силу переходного возраста, открытости, жестокости, неумение врать, неумение притворяться. Говорят все, что думают, и не всегда нам это приятно слышать. Иногда и воспитатели, и учителя, родители других детей могут высказать свое мнение, которое нам неприятно слышать. И сейчас вы вспоминаете какие-то ситуации, если таковые имели место быть. Возможно, братья, сестры, друзья по двору, друзья с вашей поляны, кто-то когда-то обидел вас, или сказал какие-то слова в отношении вас, с которыми вы не согласились на тот момент, и вы до сих пор их помните, и до сих пор это сопротивление вас не покидает, хотя вы и не думаете об этом сознательно. и снова с каждым воспоминанием. Воспоминания проявляются вокруг вас конкретными образами, а возможно просто ощущениями, но вы чувствуете эти наслоения на себе. сейчас нет необходимости бороться, реагировать, как-то отвечать, отстаивать свои позиции, что-то кому-то доказывать, объяснять кто прав, а кто не прав, обвинять, бороться за справедливость. нет, сейчас вы просто освобождаетесь от этого. Это единственное ваше решение. Решение завершить этот опыт и не позволяет другим людям влиять на вас. и вы снимаете еще слой одежды с себя, и вам становится еще свободнее. И да, появляется какая-то степень ноготы, которая не совсем вам комфортна, вы не совсем осознаете, а кто вы теперь, а как вы себя будете чувствовать, а как вам жить без этих всех мнений, к которым вы привыкли. Не переживайте, вы всему научитесь. Знания обо всем у вас уже есть. Просто в какой-то момент вы поверили в свою человечность чуть больше, чем в то, что вы являетесь Божественным Духом. Ничего. Это со всеми бывает. И сейчас вы просто вспоминаете свою истинную природу. И вы делаете шаг вперед. И вот вы уже совсем маленькая или маленький. Ваше детство. И, возможно, в детстве вы не помните каких-то конкретных ситуаций или людей. Вы можете просто чувствовать, в каких чувствах вы провели первые годы своей жизни. Если есть воспоминания, пусть эти воспоминания также проявляются образами. Эти образы излучают на вас какое-то энергетическое влияние. И вы чувствуете инородный остаток на своей энергосистеме. Если образов нет, просто чувствуйте, ощущайте. Возможно, вы дали себе здесь какие-то обеты. Возможно, внутренне сформировалось какое-то убеждение, что вы так жить точно никогда не будете. или вы сделаете все для того, чтобы... или во что бы то ни стало не позволите чему-то совершиться в вашей жизни. И все это очень сильные эмоциональные программы, которые были приняты на самом деле не вами. Будучи в детском возрасте, вы не осознаете, что вы что-то отдельное. Вы воспринимаете себя частью тех людей. Даже, можно сказать, вы воспринимаете себя теми же людьми, которых вы наблюдаете. Вы еще не осознаете, что вы личность. У вас нет разделения. И все те переживания, которые переживают люди, злость, тревога, радость, любовь, ненависть. Вы воспринимаете, как будто это переживаете вы сами. У маленьких детей сострадание, соучастие, сопереживание развивается на сто процентов. Особенно это связано с мамой, с папой, братьями, сестрами, дедушками, бабушками. Теми людьми, которые уделяют много внимания вам. И не важно, хорошего или плохого. И ребенок начинает воспринимать себя, как набор всех этих качеств, всех этих чувств. Если мама находится в постоянной тревоге, для ребенка становится нормой. Тревожиться по поводу и без. И на этом уровне вы чувствуете, что эти состояния, они проникают в вас. Они пронизывают, пропитывают вас. И сейчас ваша задача освободиться от всех этих излучений, которые вы приняли в себя со стороны других людей. Не старайтесь делать это как-то правильно, больше чувствуйте и выражайте намерение. Выразить сейчас намерение. Я намеренно освобождаюсь от всего того, что мною не является. Я намеренно освобождаюсь от всего того, что не согласуется с природой безусловной любви и света. И на данном этапе вы чувствуете, что ваше тело, если вы его до этого ощущали, оно становится какой-то эфирной сущностью, эфирной фигурой. И вы просто ощущаете, как разнородные энергии как бы вытекают из вас или выходят из вас, покидают ваше тело и возвращаются к источникам, к тем людям, которые излучали эту энергию, эти чувства, эти эмоции. А вы остаетесь просто безусловной любовью и светом. И это трудоемкая энергетическая работа. Осознавайте это. И то, что вы чувствуете упадок сил на данном этапе, кто-то может почувствовать это, кто-то может почувствовать после. Но это совершенно естественно. С одной стороны, вы становитесь с каждым шагом легче, а с другой стороны, вы как будто устаете. И эти противоречивые чувства, они уместны. Все происходит так, как должно происходить. И вы двигаетесь дальше, делаете еще несколько шагов вперед. И вот вы уже находитесь в утробе. И не имеет никакого значения, помните вы о том, что происходило, или не помните. Позвольте просто вашему сознанию быть. И если есть в подсознании какие-то фрагменты, которые следуют на данном этапе жизни растворить, как ненужные и актуальные, ваше подсознание поднимает эти фрагменты. И нет необходимости думать, иллюзия это, игра это, придумали вы это, или это действительно ваши воспоминания. просто просматривайте и пропускайте через себя все картинки, которые вы видите, или все ощущения, которые вы чувствуете. И вы двигаетесь все дальше и дальше. И вот вы уже поднимаетесь над телами родителей, которые занимаются любовью в вашем зачатии. И вы возвращаетесь домой, ощущаете себя просто частью, световой частичкой, которая вернулась к своему целому. как одна капля является частью океана, она не раздельна с ним, даже если мы ее отсоединяем. Так и вы сейчас возвращаетесь к свету, с которым всегда были не раздельны. и растворяется вся ваша память, и все воспоминания о человеческом воплощении в этой жизни. И нет никакого смысла, и нет никакой цели, есть только любовь, присутствие. И вы наслаждаетесь умиротворением и ощущением безусловной любви. А сейчас вы снова как будто отделяетесь от общего светового поля. И если вдруг вы видите какие-то свои образы, это вполне естественно. Это ваш мир. И каков бы он ни был, он всегда верен. не обязательно должен согласовываться с тем, что я говорю. Я вам передаю лишь энергию, а как проявляется эта энергия, не имеет никакого значения. И вы твою же частичкой этого света, а возможно золотой частичкой, как частью общего духа, в момент любовного соития входите в тело вашей мамы. И сейчас вы вспомните свою жизнь в настоящем воплощении, и истинной природе. От самого зачатия до настоящего момента вы просмотрите свой жизненный путь и пройдете его еще раз. но с постоянным осознанием и воспоминанием того, кем вы действительно являетесь. И вы можете назвать себя частью Бога, высшим Я, душой. частицей высшего разума не имеют никакого значения. Значение имеет то, что вы являетесь безграничным, вездесущим, всемогущим, любящим, щедрым, сострадательным, живым, чистосердечным, жизнерадостным, заботливым. И еще очень много каким творением. И как бы вас кто не называл, и как бы вы сами себя не воспринимали, за всем этим есть ценность вашей жизни. И на несколько минут мой голос затихает, но я остаюсь с вами. и, возможно, где-то рядом, слева или справа, сверху или снизу. Я вас с радостью приветствую на этой планете и буду сопровождать до вашего настоящего момента физической реальности. а вы в это время проживете свою жизнь но уже под другим углом восприятия и ощущений, переводя внимание на то, что вам нравилось в этой жизни, что вам нравилось, когда вы находились в животе у мамы, какие звуки, слова, цвета, энергии, чувства. Что вам нравилось, когда вы ходили в детский сад или проводили свое детство с дедушками, бабушками, другими ребятишками. что вам нравилось в школе, в институте, колледже, на работе, с друзьями, в семье, с коллегами, единомышленниками. проживите свою жизнь заново и уделите этому столько внимания, сколько вам необходимо. а я вас люблю и всегда с вами рядом. Если вам будет нужно, вы почувствуете эту потребность, вы можете всегда вернуться к этой практике. я с удовольствием и с благодарностью еще раз отправлюсь с вами в это удивительное путешествие, путешествие о воспоминании вашей истинной сущности. А теперь вперед. И помните, что вы любимы и желанны здесь и сейчас, на этой планете. и вам не надо быть каким-то другим. Вы любимы и желанны именно таким, именно такой, какая вы есть, какой вы есть. И пусть это поле безусловной любви окутывает вас и всегда пребывает внутри и снаружи. Я вам благодарна. Я вас люблю. Я вас люблю. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!